ребятки сегодня осматриваем эверест который работает в коммерческой бане и будем все сегодня разбирать смотреть и выяснять начнем вот с того что увидим смотрите здесь все время открыто поддувало а здесь все время регулировка на минимуме стоит почему я говорю все время потому что если я закрою мы видим вот такие вот засоса от пыли это значит что постоянно вот в таком режиме работает так то есть лайтовом режиме без прям каких-то матерых языков пламени открываем и смотрим ведь какие наросты пепла то есть можно себе представить что эта печь топится постоянно и нон-стопом так посмотрим что со стеклом стекло запотела и это правильно посылаю всем девчулям которые меня смотрят сердечко сегодня покажу как раскопчивать это стекло с помощью регулировок смотрим дальше все интересно я думаю тем кто собирается покупать печь здесь видим то что дрова кладут сюда прямо-таки под портал что лучше не делать именно из-за этого зарастает стекло идем дальше берем совочек и смотрим что произошло или не произошло внутреннюю часть топки она огромна в этой печи готовят пищу ставят котелок запекают мясо запекают рыбу колосник живой здоровый стояние отлично идем смотреть внутри аночку это дожигатель это дожигатель и так это отбойник пламени и одновременно это закрытая каменка из нержавейки смотрим абсолютно геометрия не изменена кто-то при ее прямо стоп я приехал когда попросил не топить чтобы вы могли придирчиво оценить чем топят давайте смотреть береза береза и не забывают лучшее средство для розжига здесь раньше стояла абсолютно другая печь здесь вообще был формат сауна и взяли в аренду и сделали баню пойдемте в прежде чем мы пойдем в баню пару слов это раньше была сауна и и не так давно взяли в аренду собственно сразу же заменили сауну печку на банную и начали сауну переделывать в баню потихоньку полегоньку так что и конечно же я знаю комментаторов критиков которые скажут а вот давайте короче ближе к делу первое с чего начали заменили насеста на широченные полки дерево не обработанное везде ничем не смазана полгода работы вот новые полки приобрели некую старости древность дальше поставили вентиляции и поверьте мне вентиляция здесь вообще отличная то есть вот это открыто и здесь прямо вот по кайфу находиться делали все своими руками то есть это не профессиональные монтажники делали но посмотрите вот чопики туда поставили молодцы чтобы ничего не врезалась в попу то есть первое заменили куриное насесто на широченные полки их ниже сделали то есть видно сделал были насестом на верхотуре как обычно да их уменьшили и мне вот как раз пол кулак дальше посмотрите состояние дерево здесь вот было 100 градусная сауна очень долгое время десятилетия можно сказать чтобы люди не касались всего вот этого до поставили по всему периметру вот такие вот ограждения дальше их видите из нержавеечки сделали белая какая баня без воды здесь была сауна поэтому на скорую руку сделали воду и еще воду это все будет зашиваться в дерево со временем дальше вот это конечно косяк это тоже будут из дерева зашивать в некий абажур потому что при попадании воды повторюсь здесь была сауна здесь никто не парился это все осталось с тех времен при попадании воды абажуры могут то есть не абажуры а светильники могут просто лопнуть видите еще их в каком году тут делают не знаю что белорусский о видно дата изготовления 10 2011 что ли пластиковая форточка вот что бывает с пластиком это тоже все будет заменяться идем дальше смотреть прикольное решение такое под старину соль соль отличнейший дымоход сейчас покажу кто делает магма и вы сразу скажите а это питер это тема ставил дымоход да тема ставил дымоход тут был вообще пипец что было до его прихода сейчас же он все по уму проходной узел отличный дымоход хороший и печка замечательно начали нахваливаю надо ее разбирать смотреть что внутри вот свеженький кирпич положен здесь было все по-другому все опасно пол пол здесь с тех самых времен и вот сейчас работа длину вот сливы сделали ничего этого не было потому что повторюсь здесь была сауна без воды вот подножка еще слив вот как бы так любят сказать люди отчета в кроссовках не переоделся ну потому что тут еще не убирались после парения мы сегодня будем здесь свинячить разбирать так что давайте ребятки посмотрим что с печкой случилось или не случилось ну чтож освободил большую часть сетки залезая туда рукой или же вынимая вот отсюда и при тебе сейчас буду вскрывать трепанацию делать вскрытие чё там как ну первое что видно печкой пользуются прямо в хвост и в грилу веники запаривают масло льют что тут внутри я не знаю как с древней горой гробницы тут он хамона фараона искал медь а нашел золото я будем все вынимать и смотреть что внутри вот правильно все сделали небольшими камнями заложили состояние верхнего слоя отлично кстати взяли очень правильная пар мастера и вот это вот все в аренду и потихонечку будут все делать то есть вот первые шаги абсолютно правильно печку поставить банную кстати она ведь как кирпичную то есть один слой камня перекрывает другой слой камни еще третий слой камни влезает если мы смотрим сюда то не видим нигде щелей которые бы воздух нагревали с помощью конвекция то есть это реально как кирпич без каких-то щелей классное решение все взяли правильную банную печку с закрытой каменькой сделали полки широкие поставили сверху воздух обезопасили клиентов вот от этого дела с помощью вот этого ну и потихонечку потихонечку все делать будет сообщим у этого говорю долго потому что я знаю своих комментаторов которые скажут а вот мы там видели такие ванесики и ваня здесь как все уставшие да все уставшие но не с первого раза открывается тайна с тысячного рубля и потихонечку денежек заработают и все тут сделают я предлагал знаете как сделать взять стамеску и прямо наделал всяких вот красот там деда какого-нибудь банника повесить ну кто баней занимается и видите видите вот такую то есть профессионалы работают видите вот такую вещь супер профессионалы работают здесь кстати в этом комплексе все санкт-петербургские мастера побывали это опахало ивана опахало там кстати сверху обучабельный такой небольшой объем пространства в котором проходит обучение там вообще было к баня лежит ну не сам с бородой лежит а матрас и валики то есть ну здесь профессионалы работают просто баня уставшая который еще в процессе переделки все больше я не касаюсь чего как происходит а касаюсь вот этого разговариваю еще раз своих комментаторов самых добрых самых ласковых которые никогда не оставят ругательного коммента я же вас знаю ребятушки поэтому специально а те кто хочет написать в комментариях не надо не надо я уже все объясню все вынимаю буду показывать что взял сверху что взял снизу и обязательно посмотрим состояние все вынул что получили в итоге одна третья часть камней вышла из строя две трети живые че у нас и как вышло из строя но часть раскрошилась то что только он стал золотистым более легким тоже весь ну и этот камешек тоже частично полопался посмотрим чего в каменке куча пыли я думаю любой человек который берет банную печь да просто баню берет делает за свои бабки думаю мне бы здоровья бы дать нее прибавилось 430 марка нержавейки ты видишь магнитик на ней держится это ферритная марка нержавейки давай проверим чё там у нас насчет окалина огромное количество воды коммерческая эксплуатация полгода на износ чё может там ржавчина есть как золото добывают берут дочерпают потом так делают смотрим глянцево от еще раз может чуть чуть еще побольше золото добудется бог троица любят правильно же утра сейчас начнется тому машины четыре колеса лучшая оценка в школе пятерочка ладно машина реально четыре колеса узнать мошенники плута в интернете постоянно до черпанул то черпанул а это значит что надо вот показать как есть ну ничего кроме камня вы не видите камень кстати тоже может быть магнитиса но я думаю камень не магнитился все чистенько и того 430 марк стали это зашибись коричневая это не коррозия это цвет побежалости дальше осматриваем печку до этого мне нужно вынуть телефон со штатива и засунуть его извини поглубже мы видим что геометрия нигде не изменила условия были очень жесткие то есть печка рабочая печка зашибись и чё осталось сделать правильно взять все вот это дело пылесоса нету но можно все это руками вычерпать выкинуть и заложить все обратно поджечь потопить и потестировать он реально такая штука полезная всем кладут жителям города магнитики который обычно на холодильник лепят а им может любой человек взять как я свою печку разобрал да кстати челлендж объявляю давайте ребятки у кого банная печка есть телефон у всех есть youtube у всех есть аккаунт в гугле да взял телефон включил печку разбираешь магнитиком показываешь что там есть что нету а чё а чё это денег не стоит и в заголовке главное пиши печка такая-то сделана из того-то да правильно а закладка у меня такая-то ну к примеру камень чугун нержавейка ну что-то заложил его давай бери да показывай для того чтобы люди знали правду о печах правильно правильно вот я показываю все как есть по правде вот все действуй при тряпочка все протерли и пока я обратно все это дело делаю да посмотрите есть вот такая вот штука клапан про честной вот полгода на березовых дровах как вы видите все абсолютно чисто печь ни разу не чистили а с этой стороны есть с этой стороны есть сконцентрирую чистота порядок продуманная печка тут все вот заложили тем не что было сверху а потом докупить нефрита это уберут ну нельзя прорывать процедуру парения это те камни которые лежали сверху и заменят вот это вот все все печка приведена в готовность выбрасываем мусор подметаем промываем и поджигаем братья и сестры чем печка хороша еще знаете чем тем что огромное поленья а туда влезают как детские я возьмем зожную пищу остатки и подожжем все по физкультурному чем еще печка знаменитой хороша тем что никто не может подойти вот так вот открыть зольный ящик на полную катушку повторяют всегда пришли гости прибухнувшие они ничего не могут сделать кроме того как открыть на максимум так как запланировано конструкторами печи засекаем времечко 20 минут 4 а я же обучать вас собрался как дверцу раскопчивать он тряпку мокрую берем в залу и и прижимаем вот раскоптили потом переворачиваем другой стороной и вы чищаем вот тряпочку не бросаем нет еще пригодится не закрываем ручка кстати здесь холодная потому что расстояние он в три пальца от дверцы ну что другое дело практически прошел час за этот час я положил вот только одно вот это полено а сейчас мы возьмем нашего кореша честного человека таких вода в управлении мы что все там такие были нашего тепловизора ой тепло так по ощущениям градусов 40 до если душой ощущать не телом а слушайте смотрите душа тело прямо одно в одно до пошло офигенно ну и посмотрим температурки снимем до за час какие вышли виктор твой выход пари правду вот она правда которую скрывают от народа за час мы видим что печку можно трогать руками это дает возможность когда проложена камни в два-три слоя то есть как кирпичная дальше самая горячая точка на дымоходе меньше 200 градусов это говорит о том что конструктора которые и делали делали ее с умом не идет в дымоход огонь экономичная печка правильная с пожарной этой самой безопасностью дальше смотрим а что смотреть на дымоходе небольшая температура здесь все нормально будет через полчасика уже пойдем наверно надо посмотреть температура на полу ну вот 20 градусов температура на кирпича 35 на проходном узле 56 на потолке 40 на полу как 27 28 то есть можно уже в принципе покидать пара ну и вот она вентиляция работает дает свежий воздух всего и нет не все никто еще в тепловизор не делал поддачу в закрытую каменку кроме меня и тебя который увидит это первым однако и на время времечком еще сделали закладку и в ожидании одного из самых известных пар мастеров санкт-петербурга который будет первый раз эксплуатировать эту печь я улучшил парную с помощью знаменитых вальков и матрасов от black bunny самая модная в этом году вещи ну мы посмотрим обстановку обстановка по кайфу 50 градусов еще минут 10-15 и здесь начнется действие с аверестом возможно даже и с опахалом его же веером кто знает вот широченные мышцы спины знаменитейшего пар мастера города санкт-петербург евгений садилов сам лично приехал потестировать ну что ты готов да сейчас пойдем испробуем мягкий режим ну и конечно же мой любимый жесткий режим тогда парку посмотри как твой гость стал не весел при слове жесткий режим ну что баня на его и уважаю готова сейчас пойдем 60 градусов наш 65 а это значит пришел мастер взял в руки в этой идеальной атмосфере руки возьмешь апахалу веер или веники по старинке я такой веникой пользуюсь понятно ожидаем и начинаем давать первая подача мастера и за ней сразу же идет 2 мне брат говорит никогда не счастье между 1 2 перерывчик небольшой но я с ним никогда не соглашаюсь чем быстрее ты опустошишь тем быстрее придет кайф и евгений видно из тех самых людей что и мой брат и и и и и Продолжение следует... 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 По кайфу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... пруд, такая тихая территория, и как-то я нарисовала себе картинку, что можно что-то переделать. Еще, конечно, переделать и переделывать, но... Сейчас мы сами видим, то есть, вот я в видео это говорю, комментаторы, которые разбираются, вот они вот точно там уже что-то, может, понаписали, что тут не так, тут не так. Это тяжелое наследство, которое досталось и которое переделывают потихоньку. Потихоньку это значит, что нету там денежного мешка такого, и чтоб разом все сделалось. Потихоньку все будет. Главная печь, главное, полки уже сделаны, вентиляция сделана, остальное приложится. Кстати, единственное, что здесь было, вот это тоже меня подкупило, это была вентиляция. Вот, помимо второе дыхание мы сами делали парной, а вот сама как-то вот форточка, вот само пространство, оно прям вот с первого нашего теста, когда мы там парились, позволило нам понять, что парная хорошая. Какая печка тут была до Эль-Ареста. Хочется сказать, сгоревшая. Так. Вот, ну мы не знали, что она сгоревшая, обычная железная печь, какая-то там заводская, вот, но прослужила она нам, сейчас скажу, ну где-то месяца три, наверное. Мы поняли, что она сгорела, а сгорела она, оказывается, потому что на нее клали слиточки, вот эти кирпичики соли, ну, до у нас, потому что это было потом видно при разборе, что там она вся, все камни солью. Ну и сам печь корродировала и приказала бы. Да, там вообще, там просто она была как как-то ушла. Да, ушла. Всегда говорю, соль в бане. Для кого хороша? Именно на печи, лежащая. Для тех людей, которые страдают вот какими-то заболеваниями, для тех людей, которые хотят оздоравливаться, и для производителей печи это тоже хорошо, чем больше печь выходит из строя, тем больше их будет продаваться, тем более будут сытые работники завода. Но для простого человека, которому соль не нужна, не по состоянию здоровья, он может поехать на юга куда-нибудь. Ему это просто не нужно. Если он кладет соль, то в печке приходит каюк. Поэтому сам думай. С одной стороны, оздоровление, можно на юг денег сэкономить, не поехать. С другой стороны, дырявая печка, которая придет в негодность в течение полугода. Раз о печках говорим, Эверест. Что жрет, сколько прет на одно парение, сколько нужно дров. и скорость нагрева. На одно парение в смысле, на... Ну, чтобы затопить и попарить? Ну, скажем так, зимой мы топим где-то часа два с половиной, это минимум, ее нужно топить зимой. Мы это там, именно по времени, если... До каких температур? Ну, так как мы сами проводим программу парения, если сами мы проводим, да, мы говорим, то мы топим до 60 где-то. Ну, а там уже там смотрим. Если мы сдаем в аренду, тоже я спрашиваю людей, кто как любит париться, и, ну, тоже, в принципе, до 60, ну, до 70. это... Теплые полы в бане есть? Нет. Она промерзаемая, темой? У нас не промерзает. Ну, до нуля там, да. А тут стоят в печке внутри бани, в самой стоят электрические радиаторы, ну, понятно, что она на парной там нет, но в зоне возле парной, где душевая, там стоит радиатор электрический, в принципе, они всегда работают, и поэтому в бане тепло у нас. То есть, в бане, мы все видели на ролике, фольга, изоляция толстая, не знаю, 6-9 микрон, и в самой парной нету какого-то, ну, нагрева, да, источника тепла, только через стену, поэтому зимой там, ну, все равно там, в районе 50 градусов. Поэтому срок выхода на режим русской бани, вот такой вот, а если мы говорим про лето? Ну, про лето, где-то часа полтора, если градусов 50-60, уже можно отвалиться нормально. Это то, что мы сегодня с тобой увидели в ролике. И, какой расход дров, вообще, дровами, руфами, чем-то, мы топим только дровами, причем, топим березой и ольхой. Богато. Вот. Как-то так повелось у нас, нынче, в нашем клубе. Вот. Я тут узнавала, как, может быть, попробовать топить брикетами, но мне сказали, что это может чревато быть для печи, и она быстрее прогорит, потому что там, ну, не знаю, это так отступление, я знаю, просто бывают брикеты, которые делаются из дерева, а есть брикеты от производства ДСП, там, где, соответственно, клеи и высочанная температура горения. Вот. Я всегда покупаю брикеты, на своей лаборатории, магистра, да, в Ашане, самые дешманские, березовые. Ну, вот я тоже про березовые. Вообще, отличный вариант. Ну, просто мне сказали, что высокая температура, она быстро, быстрее прогорает печь. Это, ребят, то, что там, там нержавейка. Температура окально образования нержавейки больше 900 градусов, можете посмотреть в Википедии, вообще не запретили. Вот представьте, даст температуру 900 градусов береза или не даст. Ну, решать вам. Окей. Слушай, скажи, пожалуйста, а какие пары мастера, так по фамилиям, мы же все знаем, что в Питере, а мы в Питере, прямо вот самые такие, тут нажористые, гуры, учителя, учителя учителей, лучшие ученики, чемпиона России по банному мастерству. Кто был в гостях за полгода, что ты занимаешься комплексом? Ну, из прям таких гур, здесь единственное, два было пармастера, это, скромница, 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 да, давай, отрекламируй их как следует, это Евгений Садилов, это самый мой любимый, думаю, его сегодня увидели, и Владимир Малышев, так, а девчонки были какие-то, тут Питер просто девчонками славится, что здесь самое, Маша Шишкина была. Сама? Да. Без мужа, надеюсь? Без мужа. Ясно. Слава Богу. Без вас был девичник? Да. А, ну тогда не слава, тогда вовремя была. Была Александра Сырцова, у ААА, знаешь такое? Это ученица Евгения Садилова. Я только слышал. На этом инстаграме. И она у нас заняла, тоже чемпионка. Ооо. Так что вот, еще кто-кто-кто-кто. Ну, пар мастеров было достаточно, но вот таких вот, кто-то сказал, прям именитых, чтобы вот прям, я считаю, что они все достойны. Что для москвича именитые, то в Питере считаются, ну, нормальные. А те, которые прям боги-гуры, вот для тех именитые. называется. Что говорят они по парной? Они же наверняка были, когда старая печка была и когда новая. Слушай, кстати, да, была старая печь, как раз собирались мы пар мастерами все. Была тогда старая печь. И она как раз, нет, я просто пригласила посмотреть, что и как раз тогда она под конец парения и дала сбой, потому что из-за этих дыр начала заливаться. Вот. Ну, мы как бы собрались в такой обстановочке, нормальной, неформальной, поэтому все поняли, что это бывает. это бывает. Бывает. Вот, но тем не менее, тогда тоже был хороший пар. Несмотря на все, эта печь тоже выдавала хорошая пара. Я не знаю, как ее-то выдавала, кстати, наберем. Кто тебе посоветовал лавересту поставить печь, это достаточно новое? А, посоветовали мне, Володя мне посоветовал, с ним я советовалась, на эту тему, Малышев. Сам лично. Сам лично. Да, и, да, 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 кстати, он еще тогда советовалась с Маратом Насыровым. Да. У него именно такая печь стояла в Москве, к нему ездил. Да, вот я с ним и советовалась, потому что именно поэтому, да, мы с ним про это много говорили, и он как раз рассказывал, как ей управлять, что мы будем к ней привыкать, пару месяцев ей управлять. И что, правда, пару месяцев надо было ждать? Ну, месяца полтора, да, у меня ребята привыкали к ней, потому что, ну, как бы, не могли пары как-то так поймать нормально. Ну, да. Пару мастеров свои эти, фишечки. Ну, я вообще просто закинул дров два раза, да. Не, у меня было с ней все хорошо, честно, когда я там заходила, они вот как-то да, интересно, так. Убрались на чем, он говорит, там жарко, там это, что-то, я говорю, нормально, да. Понятно. Потом все, потом хвалили, влюбились, и теперь говорят, нет, печь вообще огонь. По дымоходу, наверняка на старой печи стояло что-то старинное, меняли дымоходы, я просто смотрю, он такой свеженький достаточно, покраски, нормальный такой. Сам дымоход не меняли, но перебирали. Его должны менять, на самом деле, вот сейчас, ну, как сказать, не менять, должны посмотреть, протестировать, что там сейчас с ним. То есть, у нас было условие, что как раз печи полгода, где-то там месяца в семь-восемь пройдет, и мы посмотрим. в старом дымоходе была неправильно проложена вот эта вот теплоизоляция, там была проложена вот этот утеплитель, как стекловатый, ну, короче, который дает для тепла, а не для печей. Вот, и на самом деле она там прогорела, и даже начали прогорать вот эти... переходной узел переделали, я просто вижу, проходной узел свежий, дымоход красивый. Да. Ну и покрасили. А потом... Господи, простите меня, как они называются-то? Я не знаю. Молодой человек был или дедушка? Молодой человек. Артем, что ли? Конечно. Нет, Артема-то я знаю, я знаю, как они называются. Да, я уже их весь Питер знает. Народный камин, печное дело. Елки-масалки. Я вспоминал это слово. Если в Питере ставьте, используйте для монтажа только их. Ссылочка на них снизу под роликом. Ребята вообще классные. Что ли это узнают? Вообще. Прям все расскажут, все сделают. Никаких все приедут, все поставят, уберут, заменят. Вообще я просто, я их всем потом говорю, вот, пожалуйста, человек, пожалуйста, все сделай за вас. Ну а теперь переходим к последнему, самому важному вопросу, потому что вот такой ролик, все хорошо, все хорошо, все хорошо. А что плохо, накритикуй печку, скажи, там в печи, вот мне не нравится то-то, то-то. Там, к примеру, топка большая, но хотелось бы больше, чтобы две сковородки ставить. Я только за жоп-сказан словом лезала. я не знаю, есть какая-то критика, или прям, все, ребят, берите, всем рекомендую, там, зуб соседу даю на отбивание, что все нормально, или что-то ненормально. Слушай, ну конкретно вот это, вот конкретно это, меня устраивает. Единственное, она немножко большевата, может быть, мне кажется, для нашей парной, что, ну, это опять же, по объему, по объему, да, ну в смысле, ходить по эргономике, тогда бы как-то, правильно это слово называю? То есть, где-то там, когда ты проходишь, чуть-чуть можно задевать, там, попой, боком, или кто-то там уже говорит, мы обожглись. Вот. Но... Это отлично, то, что ты вот это сейчас сказал, и я скажу, почему она большая. Именно в ролике, вначале, я объясню, что есть печи-сетки, в которые влезают несколько камней, так, что перекрывают конвекцию. То есть, чтобы печь была как кирпичная, она должна быть больше, чем обычная печь-сетка. Именно у Эвереста сделано так, что это как кирпичная печь. И с одной стороны, да, она занимает больше объема, но с другой стороны нету конвекции, то есть суховоздушности. Нельзя сделать так, чтобы либо одно, либо другое. То есть, чтобы все вместе было либо то, либо то, либо большая, либо конвекция. Вот русская баня, а русская баня это без конвекции. А если она есть, то должна регулироваться. Ну что ж, можете еще что-то добавить? Про пищеный? Да вообще можно в наш ролик, можно сказать там, ребята, приходите все к нам, кто собирается покупать Эвересты, заходите. ну приходите все к нам, кто собирается покупать Эвересты. Можно сказать, заходите вообще, кто не собирается покупать Эвересты, вообще заходите к нам. У нас прекрасный клуб, хорошая атмосфера, у нас вкусно пахнет, у нас душевно, да? Подтверждаю. Вообще. Все ссылки на все, что мы сегодня перечислили, на лучших монтажников, на отличнейшую ванную печку и на разных местах. К нам приходят лучшие пармастера, извините. Лучшие? Санкт-Петербург. А Петров был? Стоп, ничего не говори, ничего не говори, на этом мы окончим ролик. Всем пока.